Дальше у нас следующий доклад Игорь Александрович Чиж. Большая опухоль в небольшой железе. Насколько оправданно мастерство? Очень интересный, на мой взгляд, доклад. Доброе утро, коллеги. Я хочу напомнить, что еще в 1980 году была доказана безопасность органсохранных операций. Это известное исследование Милана-Дин, когда на нескольких сотнях случаев сравнивали радикальную мастектомию по холстеду и квадрантектомию с последующей лучевой терапией. С тех пор, после этого исследования, например, Швеции потребовалось 15 лет для того, чтобы у них количество органсохранных операций превысило число мастектомий. То есть консервативность все-таки в этом взгляде присутствует во всех странах мира. Вот также одно из исследований, которое проводилось в Швеции, сравнивали радикальную мастектомию с органсохранной операцией. Тоже несколько сотен случаев. И, в принципе, они убедились на своем внутреннем протоколе, что органсохранные операции ничем не хуже мастектомии в плане местного рецидива и в плане выживаемости. Значит, вот этот слайд я сделал в Дюффельдорфе в 2017 году. Давайте обратим внимание. Когда-то давно считали, что при органсохранной операции надо отходить 10 мм от края опухоли. А в 2017 году считалось уже, что 1 мм вполне достаточно. И что после химиотерапии тоже можно делать органсохранные операции. И на сегодняшний день показания к органсберегающим операциям – это когда мы можем удалить первичную опухоль с негативными краями, но с сохранением формы и размера молочной железы для оптимального косметического результата. Я подчеркиваю, обращаю ваше внимание, что мы в принципе стремимся достичь радикальности и помимо этого акцентируем свое внимание на оптимальный косметический результат. При этом противопоказания к органсберегающей операции у нас – это мультицентрический рост Т3, Т2 при размере опухоли более 2,5 см на фоне небольшого размера молочной железы, соответственно. Я обращаю еще раз внимание, что именно из-за того, что мы не можем достичь приемлемый эстетический результат, мы иногда таким пациенткам предлагаем мастектомию с одномоментной реконструкцией или отсроченной реконструкцией. Что же касается онкопластических резекций, когда можно удалять большие объемы ткани, здесь в принципе все то же самое. При наличии больших размеров молочных желез мы это можем делать, при использовании различных методик редукционной мамопластики, также у пациентов с местно распространенным раком молочной железы после неодевантного лечения с эффектами частичной или полной регрессии. И что даже плохой прогноз не может трактоваться как повод для отказа в реконструкции молочной железы при онкопластических резекциях. Что же касается показаний к мастектомии, то соотношение размеров опухоли и молочной железы, не позволяющим выполнить органсохранные лечения при ранних начальных стадиях, это показания к мастектомии. При этом рекомендуется выполнение подкожной или кожесохраняющей мастектомии с одномоментной реконструкцией операций более обширных, чем органсберегающая операция, со свойственными им специфическими осложнениями. Показания к реконструкции молочной железы. Это все наши документы РООМ. Это случай рака молочной железы до стадии 2b включительно, первично, а после неодевантного лечения до стадии 3a при признаках регрессии опухоли. В то же время в проекте клинических рекомендаций РООМ по реконструктивно-пластическим операциям со ссылкой на конференцию пластических хирургов отмечается, что оптимальным материалом для реконструкции являются аутологичные ткани. Но в 80% мы используем импланты из-за технической простоты операции. Мы с 2017 года препекторально ставим полиуретан. На ICTPS в 2017 году я впервые показал такую операцию. Но со временем мы столкнулись с проблемами. В частности, в данном случае капсульная контрактура, протрузии. Мы использовали ВАК-систему для спасения имплантов. До 50% имплантов удается спасти при помощи ВАК-системы. Но так или иначе, осложнения после одномоментной реконструкции в нашей практике, когда мы используем импланты, они бывают. И они, в принципе, 20% это в идеале, если все хорошо. То, что сейчас мы столкнулись, после полиуретана препекторально через 2-3 года появляются протрузии. Истончается постепенно подкожно-жировой слой, и проблем много. И это отмечаю не только я. На разных конференциях отмечается, что в данном случае осложнения при имплантах до 20%. И все мы видели подобные случаи органсохранных операций. Однако давайте посмотрим, что уродливо в этой железе. То, что снесли всю правую половину правой молочной железы, все латеральные квадранты, но не ликвидировали ПТОС. Ведь, обратите внимание, мы видели все пациенток, у которых одна железа больше другой. И они выглядят не столь уродливо. А именно вот когда онколог удаляет кусок железы без коррекции ПТОСа, вот именно тогда возникают такие проблемы. Как у этой пациентки, у следующей. Они до сих пор, такие пациентки, приходят к нам. И мои коллеги также указывают, что они сталкиваются с такими проблемами после таких, скажем так, неадекватных онкологических операций. Однако, посмотрите, у девушки просто одна железа меньше другой. И мы при помощи липофилинга корректируем эту проблему. Но есть достаточно простые способы, которые в эстетике используются. Значит, Роджер Хури вообще восстанавливал железу полностью, с нуля, при помощи липосакции, липофилинга. До сих пор есть наши коллеги, которые апологеты методики, ну, можно сказать, Роджера Хури, что-то добавляют и получают патенты при реконструкции молочной железы. Ставится экспандер, впоследствии он заменяется на жировую ткань. И давайте также еще обратим внимание, что на сегодняшний день, в принципе, в нашей стране, ну, размер молочных желез, он самый большой во всем мире. Поэтому, в принципе, потенциал для органсохранных операций в нашей стране, он достаточно тоже большой. Традиционные показания к органсохранным операциям, это онкопластика первого уровня, это когда удаляется 10-15% ткани молочной железы, это когда опухоль в среднем до 3 сантиметров, одна опухоль клинически или маммографически, возможно провести лучевую терапию. Онкопластика второго уровня, это когда удаляется до 80% ткани железы, это при неудобной локализации, центральная, внутренняя, нижняя, большой размер опухоли, более 20% объема, минимально ответно-неодевантное лечение, мультифокальный и мультицентрический рост, распространенный DCS, при этом тоже не обязательно делать мастектомию, можно делать органсохранные операции у этих пациенток. Давайте посмотрим ряд некоторых исследований, которые были на эту тему. 101 пациентка, 83% т-момопластика на верхней ножке, средний размер опухоли 32 мм, средний объем уносимых тканей больше 200 г, позитивные или недостаточно широкие края 10%, 5-летние рецидивы 9%, 5-летняя выживаемость 95%, но приемлемый эстетический результат 82% без всяких имплантов. Вот ряд исследований, которые продемонстрировали, что онкопластическая резекция уменьшает вероятность позитивных краев за счет того, что хирург не ограничен, он не стремится сэкономить ткань, а он заведомо идет на онкопластическую резекцию и делает это широко. Вот еще одно исследование. Пациенты с большой опухолью могут быть отобраны для онкопластической резекции как вариант агрессивной онкопластики при Т3 и Т4 опухолях, когда удаляется в данном исследовании до 70% ткани железы. При мультифокальном поражении, при мультицентричной опухоли самое главное – достичь чистого края. То есть все то же самое, что было в 1980 году в исследовании Милан-1. И смотрите, они делают 90 экстремальных резекций, 67 мм – это средний размер опухоли, 28% мультифокальных, 42% Н+, медиальное наблюдение – 80 месяцев, ожидаемая частота рецидива – 1%. Возникает вопрос, почему мы до сих пор делаем тогда мастектомии, когда мы можем делать органсохранные операции. При этом ни в одной публикации и в рекомендациях в нашей стране не предлагается вариант уменьшения объема операции, то есть делать органсохранную операцию вместо мастектомии с изначально запланированной отсроченной реконструкцией только локального дефекта объема сохраненной молочной железы методом липофилинга. Понятно, что имплант такой маленький кривой мы не найдем, а липофилинг на сегодняшний день работает чудесно. Это касается всех случаев, когда мастектомия предлагается в случае невозможности достичь эстетически хорошего результата из-за большой опухоли в небольшой молочной железе. И вот смотрите, нет птоза, маленькая молочная железа, фактически удален весь верхний наружный квадрант. Да, мы видим западение. Мы берем маленький объем жира. Зачем, как Роджер Хури, восстанавливать всю железу? Мы можем восстановить просто этот кусочек, конкретно этот маленький дефект. В дальнейшем пациентка через год после операции, то есть в принципе ничего не было. На самом деле она пришла потом ко мне еще раз, я ей импланты поставил, просто увеличил грудь. Это случай, когда нет птоза. Когда есть минимальный птоз, смотрите, улетает фактически целый квадрант. И вот эта пациентка, да, есть у нее западение, но давайте мы, когда грудь воспринимаем, мы смотрим, как правило, на зону декольте. А то, что у нее там сбоку чуть-чуть в белье дефицит, который мы впоследствии можем закрыть липофилингом. Да, не идеальный результат. Есть некоторые втяжения после липофилинга, но она не пришла даже на последующую коррекцию. Я предложил сделать риготатомию, еще сделать одну сессию липофилинга. Она осталась абсолютно довольна и не пришла на это. Вот она же, эта пациентка. Что же касается птозированной железы? Здесь самое главное при экстремальных резекциях ликвидировать фтос. Вот пациентка перед новоадювантным лечением с огромной опухолью. Есть сделана фотофиксация и УЗИ-разметка. То есть по УЗИ размечены границы опухоли. Иногда они совпадают с пальпаторной, иногда нет. Впоследствии после неодювантного лечения мы восстановили по фотографии границы резекции, которую нам надо достичь. Вот в телефоне мы обычно фотографируем этих пациенток на их же телефон. Свои фотографии они не теряют. Вот так она выглядит перед операцией. Вот так мы планируем ей сделать онкопластическую резекцию. Вот так мы планируем ей сделать онкопластическую резекцию. А дальше вот она прямо во время операции. Включите видео, пожалуйста. Вот ту часть молочной железы. Вот это все протоки. Вот они маркированы до пинцета. Вот протоки маркированы как подсосковое пространство. Вот этот край маркирован кожей. И видно, что мы фактически сделали геми-мастектомию. Геми-мастектомию извлекли. Все по предоперационной разметке, по фотофиксации на ощупь, да, мы чувствуем более плотные фрагменты здесь. И здесь минимум сантиметров во все стороны удалена ткань молочной железы. Вот эта пациентка в раннем послеоперационном периоде. Вы видите, что, в принципе, границы опухоли уже, разумеется, после онкопластической резекции справа, они обведены. Но, как оказалось, у многих пациенток, несмотря на такой большой объем удаления, да, видно, в принципе, что слева в латеральных квадрантах есть дефект объема, но в целом получается все очень неплохо. И вот эта пациентка через месяц после операции. То есть, еще раз, когда имеется ПТОС, самое главное при таких экстремальных резекциях ликвидировать этот ПТОС. Вот то же самое, вы видите, фактически половина железы удалена. И вот эта же пациентка, в принципе, латеральных квадрантов у нее слева нет. Во фронтальной зоне мы видим, но зона декольте абсолютно идеальна. И после липофилинга тоже мы можем, локального липофилинга, восстановить этот объем. То же самое, пациентка планируется на неодвивантное лечение. По предоперационной фотофиксации восстановлена молочная железа, восстановлена граница опухоли. Вот она же уже после экстремальной резекции при мультифокальной опухоли. Да, если мы смотрим на нее спереди, то четко видно, что левая железа меньше. Но, в принципе, это все корректируется впоследствии обычным липофилингом и переносится достаточно легко. Что я хочу сказать, что рак молочной железы и большая опухоль – это не повод удалять всю железу. Мастектомия не увеличивает шансы на выздоровление. Любая реконструкция молочной железы имплантом или лоскотом – это всего лишь имитация своей груди. Поражение лимфоузлов, мультифокальность поражения, центральное или медиальное расположение опухоли – не повод отказаться от органсохранной операции. И отсроченная реконструкция молочной железы липофилингом после органсохранной операции позволяет минимизировать онкологическое оперативное вмешательство, способствует быстрому выздоровлению пациентов, позволяет избежать ряда осложнений, специфичных для мастектомии и протезирования молочной железы, и имеет эстетические преимущества по сравнению с мастектомией. Отсроченная реконструкция молочной железы липофилингом после органсохранной операции в ряде случаев может быть альтернативой мастектомии с реконструкцией. Это когда мастектомия предлагается из-за невозможности достичь приемлемого эстетического результата при органсохранной операции из-за большой опухоли в небольшой молочной железе. Спасибо большое. Спасибо большое, Игорь Александрович. Коллеги, один вопрос у кого? Один. Время. Игорь Александрович, спасибо большое за доклад. Кому достался микрофон. У меня вопросов очень много, но я попробую задать один. Во-первых, сам термин «экстремальная резекция» это откуда-то из экстремальных видов спорта, я такой не встречал. Вопрос такой. Вот вся эта затея с фотофиксацией изначального размера опухоли до неодеванта. Вы уверены, что удалять опухоль после неодеванта надо именно в пределах ее первичного распространения? Мы ставили метки в границе опухоли, никогда одну не ставили в середину, потому что четко невозможно понять, где она конкретно стоит. Нет, просто скажите, вы делали фотофиксацию, поставили метки, провели неодевант, вы потом удаляете ткань железы, исходя из первичных размеров. Нет, иногда происходит перегресс опухоли. В данном случае не произошло уменьшения размеров опухоли, конкретно у этой пациентки. Хорошо. Ваш доклад называется «Большая опухоль в небольшой железе». По теме доклада была одна пациентка с небольшой железой, которую вы сделали резекцию, сделали липофилинг, облучили ее, а потом все равно поставили импланты. Где логика? Просто с целью увеличения молочных желез. А почему сразу вам не мешало сделать ей мастер-кармию, поставить имплант и не облучать ее хотя бы? Когда удаляется вся железистая ткань, это не молочная железа. Ну, давайте честно. Ну, согласен. Хорошо. Последний вопрос снимается из-за дефицита времени. Когда грудь увеличена просто имплантами, это делается чисто для красоты. Все, спасибо. Продолжение следует...